здравствуй друзья по привычке хотел сказать воздуха наберите но честное слово ну столько воздуха уже не набрать пойду глаза с мылом помою один народ одна страна один лидер один народ один рейх один фюрер не перепутай да пора уже создавать министерство счастья а то министерство нападения уже есть министерство пропаганды есть от министерства счастья по урл как раз не хватает а на первом этаже надо сделать министерство аплодисментов чтобы хлопали как северная корея через 100 ведомства через которые будут проходить все решения все законы на предмет того а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительство людей более счастливыми и что вы будете делать в этом министерстве друг другу в трубку молчать или передавать друг другу пустые белые листочки за 23 года ни один закон людей в россии счастливыми так и не сделал пока группа поддержки у меня маленькая присоединяйтесь пожалуйста я думаю что придет время когда мы в россии создадим министерство счастья на втором этаже надо будет сделать министерство дна а на третьем это министерство кринжа а вот так живут люди в уфе здание принадлежит министерство обороны Это казармы, бывшие казармы Кабронатские здания Казармы, которые построены в 1900-х годах Начало, в начале века И там до сих пор живут люди, это коммуналки И это здание принадлежит Министерству обороны Заметьте, обороны Российской Федерации Но сразу видно, что обороняться мы не можем Видимо, плохо получается с обороны А вот как Министерство нападения, так даже очень ничего Путинские телевизоры предлагают, если холодильник дома пустой Если жрать нечего, подписывай контракт и едь на войну Вот финалочка прям вообще хорошо получилась Вот финалочка прям вообще хорошо получилась Ты когда смартфон держишь перед собой, он обычно через Face ID разблокируется А раз он не разблокирован, значит скорее всего его держит не владелец, а боец ВСУ А телефон этот вот держит в руках Чтобы когда мать позвонит, на чистейшем украинском языке ответить Слава Украине! Жителям многоэтажки, которые ждут ремонта с 1967 года Сказали, надо подождать еще 14 лет На первый взгляд, это обычная многоэтажка, никаких следов неблагополучия Ни одного следа неблагополучия Самая обычная благополучная многоэтажка Все как у всех Но у жильцов верхних этажей другие ощущения На 14 комнат одна кабинка Если, допустим, утром на работу, кому-то нужно срочно, одна для всех Один сломанный унитаз на 14 комнат Это стабильность На четырех этажах больше ста комнат Бывшее общежитие на Полярных Зорях 11 построено в 1967 году Стул, коляска, холодильник прямиком с 1967 года Через два года, кстати, НАСА высадит человека на Луну Капитального ремонта никогда не было А тот, что запланирован, придется ждать 14 лет Просто 14 лет надо еще подождать Людям, которые ждут 56 лет С 1967 года В Керчи открыли комнату памяти Одному из освободителей До того, как поехать в Украину Жил в деревянном бараке Печь с дровами топил В туалет ходил на ведро После того, как освободился Тут тебе и кондиционер И подвесной потолок И занавески на окнах Чтобы жить хорошо в России Для начала пришлось умереть На переправе Якутск-Нижний Бастях Застряло более 200 автомобилей На улице минус 30 Воду, бензин и еду никто не подвозит 3 ноября 2023 год Вот сейчас такая ситуация На сегодняшний день На переправе Якутск-Нижний Бастях Вот столько-столько машин Никакой воды Ни воды у людей Ни бензина Ни горячей еды Никак ничего Говорят, разбирайтесь сами Вот ребята уже без бензина Уже все, машина топнет Это вот так вот здесь все происходит Это вот уже стоят уже больше двух суток машины Тут уже полный беспредел Так а вы Навальный палкой на снегу нацарапайте Через 20 минут и пожарная, и скорая, и менты все прилетят Жители Астрахани У которых 10 лет подряд течет канализация С наступлением морозов Приглашают на фекальный каток Я вот как житель улицы Куликовой И в частности дома 79 Хотела бы, чтобы администрация города Наконец обратила внимание И решила проблему с канализацией по нашей улице Потому что на протяжении 10 лет Мы мучаемся от протечет канализации А чуть-чуть потерпеть еще надо Видите, что мы утопаем Признавайся, где ты был 10 лет Пока Астрахань утопала в... Проблема не решается Проблема не решается Бесконечно приезжает водоканал Он временно решает проблему Надо аккуратно идти, чтобы не окунуться в величие Уриные реки Фекальные берега Как люди улицы Настыка нет, здесь не дороги Дороги из-за этого все разбиты Здесь Это и ветер, и зимой Это воспаление Горинстайлер Вот обращаемся к администрации Решите нас в грабле Решите проблему А всем похуй С насосной станцией Может еще чем-то Другая проблема Гост-Струбет Мы В инфинерных сетях не разбираемся Но проблема в чем-то есть в общем Да, проблема скорее всего Либо в трубах, либо в насосе Терпеливость Покорность Готовность подождать, потерпеть Это тут ни при чем Здравствуй, друзья Да Ах 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 Продолжение следует...